Здравствуйте, меня зовут Сергеева Валентина, я переводчик и составитель только что вышедшей книги «Робин Кот» из серии «Литературные памятники». В эту книгу вошли не только баллады об этом знаковом персонаже английской культуры, но также о средневековой сценке с его участием, ремотрывки из хроник, в которых он напоминается, ряд произведений, в которых мы можем найти похожие сюжетные ходы и образы. Герои в этих произведениях становятся разбойниками, ведут прибывную жизнь в зеленом лесу, добываются пропитания охоты и пробежами. Также в этой книжке интересующийся читатель может найти материал, который поможет ему сориентироваться в мире рубингутовской Англии, пусть даже этот мир непросто вокализовать и отнести к какой-то конкретной эпохе. Поскольку различные авторы и исследователи относили Рубин Гуда к весьма разным историческим периодам, от эпохи короля Ричарда I и до конца XV века. Однако какие-то реалии все это время оставались в основном неизменными, и читателю, скорее всего, будет интересно узнать, какой был исторический и культурный фон, на котором действовал этот необычный и очень многим людям знакомый персонаж, про которого до сих пор ведутся оживленные споры. То ли это был реальный человек, то ли это полностью под литературного воображения, то ли это мифологическое существо, которое каким-то образом слилось с образом, может быть, вполне реального разбойника, некогда обитавшего в Нозингемшире или в Йоркшире. Рубин Гуда поистине можно назвать одной из культовых фигур в англоязычном мире наравне с королем Артуром по тому, насколько этот персонаж узнаваем. В принципе, если практически любого человека спросить, кто такой Рубин Гуд, есть шанс получить более или менее развернутый ответ. Во всяком случае, что был такой разбойник, который жил в Англии когда-то в средние века, и который грабил богат. Это неудивительно, поскольку число произведений у Рубин Гуда, начиная с классических баллад и заканчивая кинофильмами, сериалами, мюзиклами, мультфильмами, комиксами и так далее, поистине огромно. Этот герой знакомый русскому читателю, кому-то по переводам Кумилёва, Цветаевой, Маршака, кому-то по паразитическому переложению Гершинзона, кому-то по более детскому пересказу Ирины Токмаковой, кому-то по фильмам и, наконец, по песне Владимира Высоцкого о первом от Миле Рученики. Почему истории о Рубин Гуде пользовались и продолжают пользоваться такой популярностью? Это вопрос хороший. В год до XIX века баллады, а затем исторические произведения, в основном вслед за Вальтером Скоттом, а с развитием массовой литературы, а с той сюжетной приключенческой романы и повести. Затем легенда о Рубин Гуде переходит в область детской литературы, хотя и взрослой, пожалуй, никуда окончательно не девается. Причин тому несколько. Это и легкий, и доступный язык, понятные сюжеты, противостояние власть имущих и простых людей, умение дружить и как-то договариваться между собой в сложных ситуациях, столкновение некоего естественного порядка, воспринимаемого как божественного, и порядка формального, навязываемого изне законами. Еще одна причина популярности баллад – это их постоянная, в свою роду, вневременная актуальность. Тем, кто слушал баллады, предположим, в XV веке, было хорошо понятно, и что такое объявление вне закона, и насколько непростыми могли быть взаимоотношения шерифа и простых людей, и, в общем-то, что представлялось собой жизнь разбойника, и его контакты с мирными жителями, и с представителями власти. Для читателей XIX века что-то уже могло восприниматься, как средневековая экзотика, примета далеких полуварварских времен. Однако актуально было само обращение к английской старине и поиск в ней причин того, что происходило здесь и сейчас. Наконец, поиск некого культурного образа, который мог служить примером, в частности, для юных читателей. Для авторов XX века и нашего времени робин-годовская легенда, в свою очередь, нелетко становится средством воплощения и решения тех вопросов, которые волнуют уже нас – вопросов социальных, политических, психологических. На базе старых, знакомых сюжетов развиваются новые истории. В контекст робин-годовской легенды включаются новые, ранее совершенно невозможные персонажи. И это свидетельство того, что, во-первых, история робин-года остается живой и жизнеспособной, а во-вторых, не утрачивает способности давать ответ на все те вопросы, которые задаем ему. И совершенно органично вписывается в любую эпоху и реагирует на те вбросы, которые происходят на каждом этапе. У робин-года есть удивительная адаптивность и способность отвлекаться на любые запросы времени. Это и Йомин, представитель среднего класса, и, разумеется, в этом виде он воплощает лучшие черты этого класса, такие прощедрость, храбрость, набожность. Это и рыцарь, дворянин, лишенный наследства и добивающийся восстановления в правах. И искатель приключений, благородный разбойник. И борец социальную справедливость, которая грабит богатых, чтобы помогать бедным. И верный слуга короля, и напротив человек, который стремится к неиспровержению всех социальных различий. Я сейчас перечисляю те формы, которые по воле различных авторов обредал этот герой в своих литературных воплощениях на протяжении столетий. Робин-год — это и шутник, трикстер, который дурачит своих противников, и сам нередко оказывается побежденным. И эпический защитник своих близких, своих друзей, и своей территории. И почти мистическое существо — хранитель леса. Недаром в Робин-год, как я уже говорила, стоит в буковах с королем Артуром. Он король в своем зеленом лесу и ведет себя воистину по-королевски. Сдает пиры, оберегает своих подданных и соратников, и даже принимает лансальное служение от тех, кто вступает под его защиту. Эта история в своем источнике при всех сюжетных недоговоренностях и лакунах о внесословной справедливости. Не в том смысле, что она не признает сословные различия или уничтожает их, потому что только в очень смелых авторских фантазиях Робин замахивается на всю социальную иерархию. Эта история о том, что хорошим или плохим, честным или бесчестным может быть человек вне зависимости от того, кто он, дворянин или просто люди, о том, что и король, и йомин могут сидеть рядом, как друзья, если они одинаково понимают устройство мира, если они одинаково понимают, что такое закон, правый суд, верность, честность. Эта история о справедливости, о неких базовых представлениях о том, как устроена жизнь, как выступать правильно, а как неправильно. Эта история о свободе, как о внешней, физической, так и духовной. Поистробин иногда ошибается, но в конечном итоге он неизменно оказывается на стороне правды и справедливости. Неудивительно, что из ранних баллад мы ничего не узнаем о происхождении и воспитании Робиногода. Это не важно, поскольку его поступки — это итог некоего пройденного пути, о котором читателю и не нужно знать. Робиногод представляет перед нами как цельная личность, которая способна за счет своей внутренней свободы и глубокого представления о справедливом устройстве мира преображать все вокруг себя и возвращать мироздание к правильному устройству. Хочется верить, что эта книга поможет читателям несколько сориентироваться в мире средневековой Англии и в самой истории изучения и развития Робиногодовской легенды. В книге представлены иллюстрации, на которых можно увидеть какие-то образы, сопровождающие саму историю о Робиногоде, от незатейливых гравюр до картин художников XIX века, вдохновлявшихся романтическими, героическими образами баллад. Также в книге представлены комментарии, которые поможут разобраться в каких-то реалиях, которые встречаются в текстах, в исторических фактах, в встречающихся токунимах, именах, названиях. И надеемся, что эта книга действительно окажется интересной и полезной как для тех, кто уже достаточно давно интересуется английскими легендами, в частности легенды о знаменитом Шерлотском стрелке, так и для тех, кто эту тему для себя открывает впервые. Субтитры создавал DimaTorzok